Расширенное заседание правительства Ростовской области с участием глав муниципальных образований началось с представления новых руководителей. Губернатор области Василий Голубев лично поздравил их с новым назначением. Помимо подведения итогов за первое полугодие, особое внимание глава региона уделил проблеме эффективного использования бюджетных средств и тому, с каким результатом тратятся средства налогоплательщиков. Государственные деньги закопали в землю, затем получили государственные деньги, не начали их использовать и пытаемся рассказать, чтобы каждые полгода письма писали. Но, наверное, есть проблемы, наверное, трудности. Можно признать, что вы их получили позже. Но когда получили, вы же получили деньги, которые ваше же население в виде налогов вам заплатило. В повестке дня четыре вопроса. Среди них предоставление земельных участков многодетным семьям, повышение эффективности здравоохранения, итоги развития промышленности и топливно-энергетического комплекса области. За три с половиной года промышленными компаниями получена государственная федеральная поддержка по 17 направлениям. Ведущими промпредприятиями за счет средств федерального бюджета за этот период получено различных преференций на общую сумму 17,4 миллиарда рублей. О реализации стратегии развития информационных технологий в регионе с докладом министр профильного ведомства Герман Лопаткин. Более 12 миллионов рублей, по его словам, выделит областной бюджет на поддержку акселерационных программ. Некоторые проекты удалось воплотить в жизнь благодаря тесному сотрудничеству с ДГТУ. Успешно функционирует проект «Медиапарк». Цель проекта – развитие IT-медиаиндустрии на юге России. На базе проходят массовые мероприятия общероссийского и международного масштаба. При поддержке правительства области развернут промышленный каворкинг «Гараж». Уникальное сочетание университетского каворкинга и бизнес-инкубаторы. В каворке создано 100 рабочих мест, действует публичная система отбора резидентов. На заседании прозвучала инициатива по организации классов IT-профиля в школах Ростовской области. Они могут появиться в 15 учебных заведениях Ростова-на-Дону, Велгодонска, Каменско-Шахтинского и Шахт. Обучение детей информационным технологиям планируется проводить с привлечением будущих работодателей, членов IT-сообщества региона. Праздник киноискусства «Бридж оф артс» пройдет в Ростове уже в третий раз. О том, что увидят жители Донской столицы во время проведения фестиваля, накануне говорили в пресс-центре «Дон-Медиа». С каждым годом интерес к событию возрастает, отмечает замгубернатора Игорь Гуськов. Фестиваль завевал популярность и удостоился определенных наград по туризму событийному в прошлом году. Это не может нас не радовать. Основная часть кинолент – премьеры. В конкурсной программе 10 картин производства 2017 года. Шесть из них будут показаны в России впервые. Нашу страну представят две работы российских кинематографистов. Уникальную подборку мотивационных картин зрители увидят в кинотеатрах Ростов и Большой. В этом году мы готовим кинопоказы примерно для 20-25 тысяч посетителей. В общей сложности это 109 картин на сегодня. Новшество третьего сезона – конкурс кинолент «Россия вдохновляет». Организаторы не ожидали такого ажиотажа. Из 180 принятых заявок выбрали всего 36. Это особый жанр. Каждый регион эти фильмы снимает. Города снимают какие-то отдельные местности, заповедники и так далее. И очень часто это талантливое кино, а еще более чаще это фильмы, которые делаются, ну вот как в прошлом веке, например. В шорт-лист вне конкурсных работ в этом году впервые попали две короткометражки ростовских режиссеров. Кинолента Ивана Виноградова-Ивановского снята в Ростове. Абсолютно все актеры – талантливые жители Донской столицы. Мы формулируем жанр как мистическая притча и говорим, что это фильм о детских страхах, живущих в каждом взрослом. Уделят внимание и подрастающему поколению. В завершающий день фестиваля покажут юношеское кино. Это фильмы воспитательные, фильмы, которые учат любить родину, родителей и основные чувства в себе воспитывать. Деловой форум кинофестиваля включает в себя питчинги и мастер-классы ведущих специалистов кино и медиа индустрии. Мастер-классы у нас в этом году будут отличаться от предыдущих лет тем, что мы не будем говорить не только о продюсировании и экономике кино, но в том числе будут мастер-классы по операторскому искусству, по сценарному искусству, по актерскому искусству. В этом году обновился интерфейс сайта фестиваля. Он стал более удобным для использования на любом устройстве. Также ожидается обновление мобильного приложения. Напомним, Международный фестиваль мотивационного кино стартует 23 августа. На организацию и проведение мероприятия потратят 67 миллионов рублей. Из них 56 – спонсорские рубли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова